Ну шо, пацаны, DDoS 2, наверное, самое интересное. Ладно, ладно, ладно. На самом деле, я очень рад присутствию инвокера в драфте. Все, все бабки, все бабки на пангалера. Просто это изи сейчас будет для SSIS. Вообще контроля нет никакого. Будет кататься, как у себя дома. Да, это точно. Вообще SSIS один из лучших ордонеров мира на протяжении очень долгого времени. И мы вспоминаем его предыдущие выступления в рамках Стокгольма, где он очень-очень круто катал на бремастере Брюбика, к сожалению, забанили. Но зато панга будет кататься. И остановить по факту-то и нечем. Здесь еще пробивающего БКБ, например, или останавливающего БКБ. Тут Сенкинга нужно прыгать и станет его как-то там после как раз таким ультимейта, и что потом это пролонгировало все лишаком. А тут первый, как раз, замес. У нас Кина сбегает в чужой лес. Сразу их тут моментально ловит, но нету. Самстрайк залетает, хорошо тут по тролле попадает. Но вот четыре героя не справились. Да, что-то пришли здесь, потусили. Опять же, зацепить никого по-человечески не смогли. И будут забирать здесь ботом руны. Что касается Фнатика, они идут на топ. Там тоже, кстати, может быть какое-то сражение будет, нет? Даксир, кстати, показывает вот эта сборка, которая сейчас очень рейтится в два стулшилда, чтобы те как раз-таки суппорты не так сильно разминали с руки. Ну и кроме этого, ты всегда можешь зайти за тавр, даже затирать два вышку, вытягивать крипов, сломать линию, наперечь противника. И в ранней стадии пока что мы смотрим, что трипла у Фнатик. Здесь, понятное дело, что рано или поздно Диджи пойдет помогать своему СС Айсу. Ну а сейчас пока что они отгоняют просто от руны. Подверг у нас забирать. Да, на топе тоже разменялись, как раз Кимбангалер наверх не побежал. Кто там у нас, Лешак, забрал противоположную руну. И все, по 2-2 спокойненько, без каких-либо проблем. Олд Чикен сможет... Ну, нормально, кстати, должен был пробивать, но очень классно, моментально. А сейчас СС СВ Бакл и Зайд и уходит от него. Да, но Абит у нас будет стоять на миде против Тролля. При этом всем возможно, что изначально Фнатика ожидали, что здесь будет Лешак. Но, в общем и целом, для Инвокера это дело не меняет. Он все равно достаточно слабый в эрлигейме. Максимум, что он может сделать, да, это там подзинает что-нибудь, потому что у него достаточно много демэджа с руки в самом начале игры за счет Экзорта. Но его зато очень легко гангать, особенно до появления у него Класс Векса. И в таком случае он хотя бы будет получать Гост Вок. Но это не раньше 6-го, 7-го левела. Вначале можно динаить как раз живых крипов с Санстрайком, тоже у нас эта тема очень популярна. Вообще, как по мне, Аутдрафт от Фнатик. У них все герои прям очень мощные. Я против героев Кин не должны, ну, по лайнам прям сильно не просесть. Дальше по накатанной там уже должны вроде забирать эту карту. Ну, будем смотреть. Все-таки все от исполнения зависит. Пока ровненько все тут у нас происходит. Какие-то первые баталии, там стан за Тауэр. Забежали у нас герои Кингейминг. Как раз Сенкинг с Дарксером и тут будет стоять, наверное, с каких-либо проблем. Но вот это всегда, мне кажется, фейлит. Потому что Джаггернаут тоже по Тауэрам должен с топором добивать именно все. Ну, напомню, кстати, друзья, что это повторение, сражение в рамках DreamHack Стокгольм Мейджора. И там это все дело происходило в рамках Венеров. При этом всем это был полуфинал Венеров. И Фнатик в том матче по факту секьюрили себе очень большое количество очков. И таким образом позволит... Кин обыграли Сикретов, по-моему. А, нет, это Вич обыграли Сикретов. Да, это там другая часть сетки. В общем и целом... И Вилджениус они обыграли. А Фнатик как раз обыграли ВП и попали друг на друга. Курочка, курочка! Не дожила, не дожила, кура. И это реально большая потеря для тролля, понятное дело. Потому что именно ему будет в большинстве случаев не хватать ресурсов. Эвориген надо сейчас показать, как он вообще там есть или нет. Потому что, по идее, фласочка у него есть. Да, фласка есть, нормально, жить будет еще. Вот, и там сражение было достаточно интересное. Но при этом всем я спрашивал ОМП после матча, когда они выиграли, было легко. Он говорит, да, вообще на самом деле по драфту полностью. Мы всегда отпикали просто потому, что кин достаточно легко читается в вопросе драфта. То же самое, в принципе, нам совсем недавно, по-моему, говорил один из игроков Liquid, если я не ошибаюсь. Договорился. Договорился, да. Да. Ну и на боте у нас, точнее на миде, как АК встречается с Джебсом. Мне очень понятно, что они здесь могут поделить на самом-то деле. Как тебе, кстати, Ромище ИСКА вместо Харлейна? Дай посмотрим, что здесь произойдет. А куда, Диджей-то? Куда свернул-то? Зачем? Почему прямой-то не стал бежать? Побоялся, что его Лиша все-таки догонят, что с ботинком он был. Но Фюзблат это очень неприятный на самом деле для Фнатик. Потому что здесь может им начать доминировать. Потому что Фюзблат забрал Чикен. Сейчас быстренькие маны ботинки появятся и будет отгонять пангалеры. Так и есть. Ну а что касается, кстати, Олдов, да, друзья, у нас тут играют два. Олд Чикен и Олд Элевен. Так что Олдов Чат. И кроме этого, соответственно... Кроме этого и мы с тобой. Ну мы с тобой, да, так. Ну постепенно приближаемся к отметке. Вот. И с ними, в принципе, играют достаточно тоже опытные парни. Наверное, самый молодой среди всех Кин это Мидер. Это Юнь. В общем, в целом звучит как тоже Янг. И что означает, что он молодой. Он неплох. Неплох, но что тут в последнее время? На этом чемпионате довольно-таки сильно проседает. Вот предыдущую серию у него отыграл вообще там пятый с конца. По NetWars ушел. Поэтому нужно ему собираться. Показывает, что он реально достоин. Потому что в Китае замены быстро находит. Какой хороший подстилл крипов здесь. Дядиджи вместе, соответственно, с ICS-с. Вообще пока очень-очень пассивное стояние на лайнах. Парни получают, соответственно, экспо. Парни получают себе колду. И мне очень-очень странно то, что никто не пытается гангать инвокера. А вот он наконец-таки гангует. Потому что это тот герой, которого нужно в самом начале уничтожать. И да, полснэпер как должен помочь. Сейчас на развороте должны быть еще. Нет, не получается. Раньше надо было телепорт делать джебс. Почему-то он как-то опаздывал. Еще и Диджи сюда приходит. Можно фейтболтом закинуть. Телекинез. Фейтболт. Туташи. И в конце концов Юнг может погибнуть. Да, так и происходит. Неплохо. Неплохо. Но с другой стороны инвокер в сторону умер. Экспиренс свой не получил. Айс Айс Айса пытается загонгать. Прямо под тавером, под его собственным. Но он считает то, что он совершенно спокойно может забрать здесь Дарка. Нет. Он просто раздамажил Чикен. Добавил станов. Но ничем здесь это дело не закончится. Или закончится. Диджи пришел. Фейтболт. И до свидания. Санстрайк уже в пустоту просто. Потому что Дарка был мертв. Чувствуешь, как Айс 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 чувствует свой персонаж. Чувствуешь. Чувствуешь, чувствует. Так он был лучшим. Именно поэтому они в принципе и выиграли D.E.C. Мейджор еще практически год назад. Даже немножко раньше, чем... Точнее, ну да, в апреле где-то происходил этот мажор Даг так называемый. И тогда как раз таки выпустили Бангольера. И он был лучшим явно на нем. И за счет него как раз и выиграли. Ага. Тем временем получает на себя бой. Очень опасно на самом деле. И может забрать, да, вместе с Санстрайком. Ой, кака забирает все-таки эту руну. Итого, это две руны. На самом деле эта смерть полностью, полностью того стоила. Да, две руны на команду больше приходится. Если взять 4000 и Саппорт СК. Да, Саппорт СК две руны забрал. За него не очень много денег дали. Но все равно. Икс по Соло Джаггеру. Деньги тоже. Поэтому неприятненько. Ассоциайса, кстати, попытается сейчас прикончить. Подождите, тут еще и ганг на Олд Левена, который фармил отводы с линии в лесу. И вот он полетел. Омни слэш. Олд Левен 100% погибает на топе. Тем временем все еще пытается забрать. Ассоциайса, но ему нипочем. Но кольца с Ушбакла. И, судя по всему, ему не смогут догнать. Никакого возьмут. Ну, тут не взять. У меня еще и вторая есть уже отпрыгнуть. И как раз таки из-за того, что Лишак не пошел, эти два спорта вообще его никак не заберут. У КК могут быть серьезнейшие проблемы. Сюда подъезжает еще и Рубик. И Джей. Можно поднять. Вижена, правда, нет. Не носим. Достои, да, не носим. Ни джабс, ни джабс. Пора уже покупать. Пора. Конечно. Сенкинг. Что у нас? Все отлично. У этого парня. Четвертый уровень. Как раз что у тролля. Тролль тоже. Ну, быстренько надо ему фейзэ выходить, потому что унивакер скоро появится. Уже неприятно будет на лайне стоять. Лигернау тоже себе фейзэ взял. Все вроде на фейзах. Опасно. Ну, Чикен должен здесь делать килл. Соло хотя откидывает. Отлично уходит, но... Несмотря на то, что Лич хоть как-то пытался спастись, Лл Чикен тоже погибнет. У него он закончил сайз бласт. Лл Чикен бежит. Скорость замедляется. При помощи бластов, при помощи винтерверной, айсайз получает дабл килл. На самом деле, это очень-очень тревожный звоночек. Мы уже еще раз говорили о том, что айсайз очень страшен. Это конечная, на самом деле. Это дабл килл, манно-ботинки. Я, честно, я не верю, что его панголера здесь остановит. Он будет... При шмотках он будет очень жесткий. Ну, мы все прекрасно понимаем, что все еще можно ошибиться миллион раз, и кингейминг могут вернуться здесь, пока что ничего не случилось. Да, но я с тобой солидарь. Это реально очень страшно. Причем суппорт еще такой, который... Ну, не спорт, а есть кор, который не убивает Лишрак. На миде у тебя тролль стоит. Ну, как-то все. Не очень круто смотрится, на самом деле, у кинов. Так, подгольер ультует. Пошла бочечка прямиком по дископонии. Ну и он окружен. Три, три противника вокруг него. Еще и Санстрайк сверху. Олд Чикен обязан здесь умирать. Но он все еще жарит. Айс, айс, айс. А тот погибает. Это получается у него стринг, но нет. На самом деле, в любом случае, Олд Чикен погибает и приходит сюда. еще и Янг пытается при помощи тролля убить Джей и снимает с него 286 Это огромный плюс для джиггернаута. Лишак умер два раза подряд за последнюю минуту Да, стрик отдали, но все равно ты убиваешь кора А Лишаку очень важен. Это как раз таки сноубол в начале, когда он может пофармить когда он берет себе там быстрые манно-ботинки, быстрые роды фатасы и просто начинает по карте бегать. А ему тормознули все тайминги сбили. И самое главное, что еще и тролля перетянули на топ. Соответственно Абит фрифармит на меде и будет близок к своей урне. Эта кваса это какой-то 2-2-2 вокер. 2-2-2 вокер? 2-2-2 вокер. Не хватает только еще третьего поинта на квас и будет вообще идеальный инвокер А так это урна вокер. Итого это будет какой-то создающий спейс парень То есть он и санстрайки может кидать Крутой вокер Правосудие по-техасски По-квасаски Так, ну и на ботом стекается у нас парня из кингейминг троем. Здесь будет у нас All the Eleven вместе, соответственно, с этими тиммейтами. Лучикин сюда же. И, полагаю, они попытаются запушить тавр на боте. Им надо делать, потому что Лучикин понял, что сверху уже его начинают напрягать. Ему не стоит туда возвращаться, потому что и третий раз можешь так умереть успешно. Поэтому нужно делать какие-то ганги. Вот в три стана как раз-таки МП. Браво на самом деле почувствовал. А, не Куба почувствовал. Там Варт стоит. Да, под Вардом просто пробежались. И нужно было отсюда уходить. Что он и делает. В принципе, размен Тавурами сейчас будет, скорее всего, потому что Джаггер на топ улетел. Там будет Тавур забирать. И снизу тоже будет у нас Лешак. Очень быстро Тавур забирать. Катится, катится шар голубой. И, походу, это минус тролль. Так, пошел Ась. Но это не помешает никаким образом прикончить что-то одного, что второго. Да, Дарк пытается из последних сил выживать при помощи Синерста Гейза, но это не вариант. МП и Айсайсайз заберут тир-1 вышку на топе. Размен, соответственно, уже на боте, в принципе, произошел. Может быть, кто-то даже приедет сюда дефать эту вышку. Я не знаю. Потому что МП на самом деле достаточно серьезно просел. У него вообще нет ничего в активе. Мана нету. Пол ХП. Так. Так. Так, так, это сейчас в Кале. Да, точно. Лак. Причем, да? Абит пишет Кале, а КК пишет Лак. Логично, что азиатский игрок пишет по-китайски, а китайский пишет по-европейски. Логично. Логично. Тоже падает Тавр. Пихо забирай здесь. Без каких-либо проблем. Что у нас по напорсу? Так. На боте у нас тем временем погибает Олд Чикен. Его окружили втроем. Да, он выдает максимум дэмэджа по Диджиу и Джапсу. Возможно, получится даже их забрать при помощи Тарксира. Олду Лейл он вливается. Опять же, есть стенка, есть тычка. До свидания. Два саппорта команды Фнатик на мидера. Коллектива на сейф-лейнер коллектива. И он опять забрал стрик. Уже с Винтера Верной. Тройной. Как-то не забрали его моментально. Санстрайк не залетел тоже. Неприятно было. А там у нас тефтельки летят. Да, Аббез не стоит. Аббез чей-что будет играть через Перитвейсель. Да, без каких-либо медасов. Просто такой активный будет инвокер. И опасно. Очень опасно. Очень опасно. Квас, Векс, инвокер Андрей. Полеты на Торнадо. Туда же Гост Вок. Но дасы обязаны быть, конечно же. У Кингейминг они есть. Пошел дэмэдж по Аббиду. Еще и сверху стана, кентавра. И Сайс-Сайс, конечно, помогает при помощи своего шара. Но сможет ли он добить Old Eleven? Потому что Какао, окей. Скорее всего, уйдет при помощи ТП-Аута. Old Eleven пытается спастись. Туда же Телекинез. Там же замедление должно быть. Old Eleven. Суржи. Бежать. Ну, Бласт в любом случае. Подожди, подожди, подожди. Подожди. Смешбакл. Это не конец. Замедло. Но подожди, подожди. Не, не, не. Все убегает. Все. Не хватает, не хватает. Цеплялого. Безмана Маттинок играет через Джавелин. Ну, это правильно. Он всегда так собирается. Потом он подден к следующим артефактам. Молчика начинает леса фармить. Потому что, да, ему старт из порта третий раз подряд он умирает. После трех нолей у него становится... 3-3-2. 3-3-2. Да, почти то самое. То самое известное число. Черный смог. От Кингейминг они зайдут через лес. И тут вопрос только в том, смогут ли отсюда уйти. Окей, Диджи можно продать. Вот Аббет. Аббет не должен умирать. У него уже две связи подряд. Коллективу все плохо. Они идут тебя гангать в смоках. Это нужно знать. Virtus.pro как раз это знали. И вот они этим отыгрываются. Кале, лаг, погнали. Так, подождем. Подождем. Вполне возможно. Вполне возможно. Потихонечку, потихонечку въезжает Компидосик. Поэтому лагает игра. Но мы на самом деле явно хотим больше Компидосик. Потому что, ну, пускай там, да, немножко потерпим лаги. Окей, ничего страшного. Компидосик-то он хорошо. Работяги ждут. А мы заходим на тир-1 вышку. Потому что, на самом деле, достаточно быстро она будет снесена. То есть вообще все ветером встали. King Gaming прекрасно понимает то, что нужно добить противника. Иначе они могут опоздать просто-напросто. И Фнатик наберут критическую массу. Именно поэтому сейчас они максимально давят. У них все неплохо, на самом деле. Улокер играет без медаца. Он будет не слишком артовый. Джаггернаут и все хорошо. И, ну, Пангалер. Он тоже начинает потихонечку разгоняться. С уфлейном хорошо себя чувствует. Поэтому нужно как-то подсобраться с Натиком его. Ганги будут постоянно. Только ты будешь убивать Оку, ты будешь пытаться наращивать свое преимущество. Тебя сразу кины будут идти гангать смоки. Ну, если у тебя есть вижен, то все ок, потому что смоки-то не бесконечные. Поэтому, окей, один раз загангали, два раза загангали. Сколько еще нужно? Да, да. Поэтому надо расставлять вижен. Пока что у нас на ботами максимальное количество вардов. И на миде от Кингейминг. Очень хороший вижен от саппорта китайского коллектива. А при этом все, МКК пытается добраться от своего блинкдагера. Ему еще очень далеко до блинка. Юл, в свою очередь, появляется у Лешака. Как раз-таки последующий артефакт. Очень хороший. Ну, и ныря атаки тоже замечательный, потому что таким образом можно точно рассчитать время подстану. Хоть находит у нас Алт Левена, стилит Сурж. Хороший склик на четвертого уровня. Быстро будем бегать. Сверху, да, начинает давить Тавр у нас. Потихоньку. Ну, Тавр еще фуловый. Чуть-чуть. Больше четверти пробили. Алт Чекен Юлд подсобрал себе. Может, он будет выходить у нас в Блудстоун. МБ. Пока что отойдет. Гиджи тоже на топе у нас. Пока у меня такое ощущение, что все просто хотят фармить. Ждут свои ключевые артефакты. Не хотят драться, даже несмотря на то, что у Лешака там Юл, например, появился, видимо, в Кингейминг. И считаю, что это центральная точка. В свою очередь, у Пангольера имеется Дживелин. Классическая сабелька. Дживелин, моно-ботинки. Потом. Пока еще нет моно-ботинок, вот теперь есть. Он решил все-таки до конца откупить. Как-а-а. Серьезные проблемы у него могли бы быть, если был бы здесь рядом Вижн. Есть ли дасты? Где, 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 где? Где просветка? Уже во второй раз видим мы, что у Джапса нету дастов. В важнейшем моменте, где можно было прикончить этого Санкинга. Сверху Рубика у себя дома, но тут на него уже выход. И отпускать, скорее всего, вряд ли буду. Стан, да, успевает поднимать. Но вот это замедление бешеное. И Олд Чикен Киллинг Спрей. Да, немножко выравнивается игра. Для Кингейминг. Кингейс вначале мы говорили о том, что все еще страшно. Фнатик, мы видим, тоже не прессингует. Инвокер остался фармить. Мы видим, что Бангольяр тоже не особо действует. Соответственно, его, видимо, тиммейты просто просят не торопиться. 2000 уже ведут у нас. Ребята, и скин. Так и есть. Но это, на самом деле, не на Творц, на 14-й минуте. Не страшные совершенно суммы. Сейчас счет Драка с Баунти Руны будет через минуту. И там уже посмотрим, как раз, как будет. Вот у нас дела обстоят. Потому что там, ну, на Баунти Руну, скорее всего, пойдут все. И если Кингеймин еще выиграет, там до 5000 можно довести. Можно. Пока тем временем все еще ждет свой блинг Даггер. Фармливает, фармливает. Ему еще осталось около 1000. Пока тоже все прекрасно. ДД в тролле. Для Санкинга. ДД в тролле. Он его прожимает. Пангольер может умирать. Айс, айс, айс. Пытается уйти. В конце концов, под сейф от Джабса. Если Vision не осил, то здесь очень вовремя пришел для того, чтобы спасти своего хардлейнера Диджей против Олд Чикена. Но тут сражение не произойдет. Правда, можно состилить было бы, на самом деле, Олд Чикен. Олд Чикен испугался, потому что там два героя набегала, а его тиммейты были далеко. Поэтому нужно убегать, да, на хайграунду. Подъезжает сюда же еще и Янг. Слушай, тебе не кажется, что вот это решение выйти в квас-виксового урнового Вокера, оно сейчас не окупается с точки зрения темпа? Я знаете. Ну вот непонятно, Медас ли, нужен ли, или не нужен. Так, кто Руну? MP, да, Руну ворует эту. И сразу ментально через Куртулку отсюда уходит. Ну и все. Тишина и спокойствие. Все просто разменялись. Мы ожидали здесь какого-то тимфайта, инициации, но мы видим, что Best of 1 противостояние делает с коллективами даже такими агрессивными, как Fnatic, да, и что Кины, в принципе, тоже постоянно агрессировали в своих предыдущих матчах в рамках группового этапа. Там все-таки игра шла не на вылет. Здесь парни напрягаются и стараются минимизировать шансы на какие-либо неуспешные тимфайты и инициации. Напят, ставят просто Алакрити на каретку. Знаете, как их доджат? Просто не хотят с ними жестко драться. Какие-то единичные киллы, да? Но вот именно 5 на 5 чувствуют свою слабость. Ну, видишь, King Gangs смакались, но все равно не смогли найти инициации и хоть какой-то вариант для того, чтобы войти в файт. Вот просто никакого Fnatic тупо не показывается нигде на карте. Sun Strike, в куда? Видимо, пофармили крипов просто. Old Chicken. Найдет ли хоть кого-нибудь? Возможно, какого-то саппорта. Возможно, Куру убить. Я не знаю. Хоть что-нибудь. Да, за Курой погнались. В конце концов, Смок разревеялся. И что теперь? Да, нашли Диджея. Окей. Там, тем временем, правда, еще и СК убивает MP. Я так понимаю, то, что он в него разудился. Да, он мне слэшем прикончил Санкинга. Но, опять же, это размен саппорта на саппорта. Причем четверка на четверку, так что ничего страшного не произошло. Айс 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 уходит на хайграунд при помощи Сложблака. Ультует и можно делать тэп-аут просто. Да, безопасно уходит через ультимейт. Ну, и ПИС, соответственно, так же будет абсолютно делать. То ли ему никак не собьет. Башера нету. Так, тем временем, кстати, можно здесь зажать у нас Дарксира. Дарксира находит. Дает у него Винтерскерс. Пошел UMP туда же. Колдснэп. Очень много замедления, очень много контроля. Леолд Леон может не выжить. Скорее всего, еще все это под урной, но прилетает тролль. Начинается контроль на Айс Айс Айса. Бангольер отправится в таверну. Вновенно. И это два фрага для Кингеймин. Давить начинают. Тут скорее фнатики сами нашли себе. Видишь, какую-то жертву, которую они не смогли зафокусить. Именно Дарксира потратили на него абсолютное большинство дэмэджа и контроля. При этом всем не хватило. Инвокер вообще не чувствует на каждом. Что творит КГА? Дабл Сбору Страйк. Это, возможно, конечная для Абиды и Компании ИДЖЕЙ пытается уйти, но нет шансов. Бангольер тоже погибает. Это очень-очень слабая игра от Фнатик и замечательные маневры от КК. Полминуты. Есть на то, чтобы снести этот тир-1 тавер. Можно выходить, а можно и в бараке попробовать. Ну, наверное, да, тавер только добьют. Хотя, посмотрим. 15 секунд. Тавер надо добивать. Слишком мало хп. Да, все, просто уйти. Тавер хорошо нахоцали. И, на самом деле, мог АСС попытаться догнать. Даггер? Нет. Тут был бы даггер. Хорошо бы там влетел бы. Как раз-таки очень мог бы забрать парочку персонажей. Очень-то жестко подставляются у нас с Натик. Очень жестко. Да, где-то явно не доигрывают. Это явно видно, что не максимально сконцентрировано играют. Натик. Мы знаем прекрасно, насколько они сильны. Мы знаем то, что они добивались топ-3 на предыдущем мейджоре. И, в принципе, да, они уже могут успокоиться и не особо волноваться за попадание на Интернешнл. Но все-таки это не те Фнати, которых мы видели на предыдущем ивенте. Что, в принципе, всегда так и было. Предыдущие Фнатики после Дака тоже приехали на тот же самый эпицентр, ничего особо не показав. Не, стабильность, она называется. Но таких команд бы побольше, на самом деле, от которых не знаешь, чего ждать совершенно. Очень часто можно порадоваться каким-то сюрпризом. Ой, какой хороший сурж! Можно забирать, да! Я не знаю, почему не взялся вешбакл у нас отсюда. Потому что вакуум и сразу стан мгновенный. То есть ты не сможешь делать. 15 тысяч раз мог это сделать. Так. Юн находит здесь Абита, дает на него диффузала. Тот по замедлением. Но Абит в любом случае сможет уйти при помощи Гост Вока. Есть ли какая-то дополнительная инициация? Хороший курс от Виверны, но КК уйдет. Еще и сверху прилетает Гарден Грикс от Арксира. В конце концов дэмэджа просто не хватает. Фнатики не могут пробить своего оппонента. У Кингейминг все под контролем. Бороу-страйк. Шикарнейший по Айс Айс Айс. Одновременно стенка. Стяжка туда же. Ответная стяжка, но Диджей уже 100%. Убрел то же самое. Вполне вероятно, касается еще и Айс 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 Айс. Но да, он никуда не уходит. Джабса. Джабса схватили за Синистер Гейс. И походу это минус 3. И у Пангалиера нет байбэк. Как ты правильно заметил. Надо окупаться всем, кому можно. И стараться отбивать мидл, потому что они точно будут заходить. А Джаггернаут тем временем сплитит. Инвокеру нужно откидываться, нужно откидываться сплинтер бластом. Я не знаю, как там быть. Да, лагается страшно. Ну реально, походу, компедиум уезжает у нас в стройку. Поэтому он будет подтормаживать у нас. Но слава богу, что последняя серия, что это не начало дня. Поэтому все нормально. Игра уже подходит к завершению потихонечку. Ну еще не факт, на самом деле. Все это может дожиться и до 60 минут. Посмотрим. Что касается МП, у него через 6 секунд откуда он с ТП, и он совершенно спокойно сможет помочь своей команде в диффенсе. Проблема лишь в том, что Джаггернаут не то чтобы хорош подпушивание, соответственно, и удержание противника на дистанции. Инвокер обновенно стирает 36 секунд в таверне до свидания. То же самое касается еще и Джабса, где инвокер. Его просто нету здесь, и он не смог бы прийти и помочь своим тиммейтам. Они оказались совершенно вне позиции. И Кингейминг смогли с легкостью инициировать здесь и задавить своего оппонента уже за бараками. Снесли бы вторую сторону, но там еще Тир-1 даже на топе стоит у нас. Еще не снесен он. И 9000. 8-9000. Преимущество сейчас еще баунтируны. Должны забирать 4 штуки аж, потому что Сент-Кинг снизу где-то заберет. Я не знаю, почему Джаггернаут не стал бороться, потому что баунтируны сейчас очень важны для команды Фнатик. Он решил просто на Тир-3 пойти. Очень незрелое решение. Минус Шрайн, это подготовка Плацдарм под Рошана. И Тир-1 Тауэр на топе тоже можно снести. Как раз он там лох-опшный. Думал, Чикен его здесь добьет через пару секунд. Хотя я его так добью просто. 10 тысяч перефарма, да, и все под контролем полностью у Кингеймин. Все это хорошо. Хайст маунт у пассист. У Дарка. Но опять же, да, если взять то, что по факту ты участвуй в сражении, даже если просто рядом стоишь или накладываешь про себя шилд. Ты просто Фрост, да, Фрост армор кидаешь и там начинается Фрост шилд. Фрост ассиста тебе дает. Да. Улетающий твой летает. Все, уешено у него. Ну и пока просто боль. Я бы сказал, что у нас вообще сетка лозеров. Наверное, самый интересный матч получился от южных американцев, которых и не ожидали. Да, там камбэки, выход из минус 7 тысяч и всего остального. В свою очередь, например, Империя с Минески примерно такая же односторонняя игра получилась. Здесь тоже самое. У нас темная лошадка в Венерах выиграла. Это не Пэй. Да, не Пэй. И темная лошадка в лозерах выиграла. Это как раз-таки Пэйн Гейминг. Причем Пэйны, получается, обыграли своих бывших Пэйнов. А знаешь, в чем суть из Сомсок? Что, если бы Хаоса выиграли бы эту серию и попали бы в 9-12, они бы себе обеспечили место бы на Интернешн. Да, да. Так, Фнатик под смоком. Заход от Кингейминг. Сюда же влетает Какабу. Русстрайк неточный. Сразу же пески. Возможно, его можно зафокусить. Здесь, да, да. По нему катаются по полной. Хотя, кстати, второй пролет не получается. У Ася Сайсон ничего страшного. В конце концов, СК теряет у нас Кингейминг, но они хотят продолжать драться, потому что они знают, что у Пангольера нет ульты. С другой стороны, все остальное тоже имеется. Летит сюда Торнадо. Честно говоря, не лучшее исполнение Табида. Но Фнатик все равно не могут ничем дополнить свою атаку. Сенгинга ждать ничего нету. Нет ультимейта у Пангольера. Поэтому Сенгин круговое может сразу Смог езать. Вон он. Чем валяется. Я прям чувствую этот Смог. Вопрос другой. Так. Что-то не так. Почему Фнатик не вместе, потому что мы видели, как Диджи только что, например, взлетели Кинезил Дарксирова черный раз. Если были бы парни рядом, то могли бы как-то скомпоновать и забрать еще и ДС, потому что-то ошибся. Боятся. ДС очень толстый и боятся то, что они будут бить, не добьют его и попадут все под стенку, стяжку и все подряд туда-хуй залетит. Стант, быстро лечаем и так далее. Хотя могли. Хотя могли попробовать. У меня есть, что даже Кингейминг очень-очень аккуратно играют. И даже несмотря на то, что у них достаточно хорошее преимущество, они это прекрасно понимают. Ну и вот он безурновый обед. Потому что зарядов у него просто нет. Убийств нет, зарядов нет. Все верно. Только-только аганим выходит, а эти 23 минуты. Аганим должен быть уже давно. Наверное, через Медас надо было играть. Он, наверное, не думал, что игра будет настолько под давлением от команды Кингейминг. Поэтому что, Рошан? Нет. Нет, нет. Тот самый смог. Минус много сначала. смотришь, как заходит. По какому вектору. По какой-то траектории. Они понимают, что противник может пойти не на Рошана, а прямо сразу. Они будут ловить, потому что Фнатики тоже в принципе должны ощущать. Но при этом все, Фнатик все правильно делает. Начинает отпушивать ботовую линию, заставляя стянуть своего противника именно туда. Иначе они могут потерять тавр там. Какие же просто упертые иллюзии сейчас от Вайс Айс Айса, который подобрал и отправил на Рошана и как раз чекает его. Из-за этого как раз таки Фнатики все разошлись по безопасным местам. Если бы этих иллюзий не было, то они бы сами могли бы собраться под смог, пойти бы на Рошана, а им бы уже в спину заходили. Просто кистянули одного игрока, именно Лешака, Алл Чикин здесь на боте. Но у него тревелай, он в любой момент сейчас может прилететь на Шрайн. И по факту он не ослабляет соответственно свою команду своим уездом на бот. Троль пошел, миссить уже разгоняется. достягиваются уже ребята из натик. Надо уже лететь потихонечку Лешаку. Тупачка туши, да, летит уже на Шрайн. Так, Рошан какой красный. Ой, это будет очень важный Рошан. Это будет весело. Пангольер, Айс 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 влетает внутрь. Опять же, я думаю, что он рассчитывал на то, что у Рошан намного меньше ХП. Пошел он не слэш. Куда вопрос? Дэмэджа не так уж много он внес. И теперь уже контратак от КК вместе с Эпицентром, но Джапса он скорее всего здесь добрать не сможет. Абит тем временем очень красный и отправляется в таверну вместе со своим вторым кором. Это минус Инвокер, минус Джиггернаут, минус скорее всего еще и Айс Айс Айс, он очень красный и но если не хотят отдавать его, нужно пытаться как-то. Что-то делать? Нет, просто расходится. Прекрасно понимаешь, что там совсем плохо ВПшный Рошан и аутов нету. Бельшака скоро уже Блокендуар тоже появится, тролли уже на Блокенбаре и эта игра под вопросом для Фнатика очень сильным вопросом. Ну да, они могут вылететь в топ-16. 13 тысяч минус мидл, сейчас еще будет контроль баунтирун опять 4 штуки отправляться. Но под таким давлением все баунтируны должны доставаться. Хотя и даже на такой стадии хотя бы за одну нужно бороться. Слишком много денег. То есть каждый баунтирун там по полторы тысячи прибавляешь. Да. Кенеи в общем и целом я уверен не будет торопиться. Зачем? Какой там вообще смысл? Да, у тебя ACS окей, но если противник где-то выйдет, отсмакуется, например, вы сможете хорошо с ним подраться, тогда и надо заходить. Ну или самим организовывать какие-то ганки по выходящим из хайграунда противников. Выход потихонечку, Кукины. Ну это на Тир-2 на топе будет. Сейчас может еще кого-то подловят, когда там Вижен расставляется. Алчикин тоже телепортируется. Хорошо, что у него тревела есть, когда сможет и сплетить противоположную линию, и как раз командой всегда оказываться. Здесь спасет, конечно, только инвокер Андрей на самом деле. По-другому никак. Вообще, нужна какая-то нереальная комбина от него. Инвокер Андрей, куда же без инвокера Андрея. Так, заход на ХГ, совсем-совсем скоро. Под кого комбинат сделать тебе? Ну, Виверна как-то должна поймать рядышком героев и потом по таймингу. Но там Блокенбар и на Тролле уже Блокенбар и на Шаке скоро появится. В общем, очень все печально. Пошел. Так, Диджей цепляет. Ассисайз у нас в интересной позиции. Опять же, он ждет, когда все-таки кто-то выйдет. Не сдержался, засвушбаклел. Дизарм. Не дает бить. И рядом. У него, кстати, нет Омни Слэша еще несколько секунд. Скорее всего, ворд дача и курса. Туда же хороший раскат от Блокера мог бы залететь. Это минус СК. Сразу же Дарксир прожимает свои грифсы, отхиливает половину своего состава. Ассисайз катается по всем своим шарикам. Но это все. Кины потеряли просто от этого СК уже второй раз подряд и отступают. Подождут, когда он вернется к ним. Вот комбинация зашла бы круче, еще круче бы зашла, если бы они бы все не находились под действием Винтерскерса. Чтобы Метеорит бы надамажил туда. Метеорит немножечко позже можно было бы дать и тогда бы он сочно прошелся. Но там все равно дамедж въехал от него. Дамедж въехал, но да, не особо много. Лишак уже 16 поинтами Бластона. Ну, отыграли чуть-чуть, но на самом деле было 15 тысяч. Попытка, попытка, попытка от Левена зацепить кого. Вопрос и как вообще. И опять же, хотят ли парни с Натик здесь бороться, видит то, что отступает противника и видит на крипах на боте Лишака, понимает то, что здесь меньшинство кинов на зацепить не получается. Там уже Грифсы, там уже Вангвард, скоро Крымсенгвард будет у Дарксира. Бедный Маппет. Фейзы, урна, и вот что-то хочет купить себе. Подожди, у него есть Манга. Манга согревает душу. Манга согревает желудок. Но сначала ты на него смотришь, оно красивое. Согреваем. Маппет идет в своем инвизе. Куда идет? Зачем идет? Да просто дать на катапульты алакрить, я полагаю. А не, он идет безопасную зону фармить. Безопасная зона на данный момент это фраг с крест. Все правильно. Белый надо зафармить. Да-да, на топе. Без каких-то либо даггеров аганим собирает. Без аганима очень трудно здесь будет что-либо вот валять, в общем. А не шанс ли это? А не шанс ли это? Дадеш, может быть шанс. Возле Пангалера сейчас очень круто. Нет, он отдаст это джиггернауту. Он отдаст джиггернауту сейчас боттл. Там парни тем временем зашли на хайграунд. Но они меняются боттлами и полетели тпшки. Диджей влетает. Курса туда же. Достаточно неплохая могла бы быть, но мы видим то, что мало дамеджа вносит. Сайс, айс, айс раскручивает свой шар. Тем временем Юнг пытается под БКБ вместе с Олд Чикеном. Разрешить все вопросы. Омни Слэш неплох. Был бы, но Юул спасает у нас Дископони. Тут уходят Гардингрифсы сверху. Подсейвливают хороший бору. Страйк от Диджей со Стиленова. Но все равно этого дамеджа недостаточно, чтобы хоть что-нибудь сделать с Кингейминг. Который заходит дальше на Тавер. Пытается Синистер Гейза за фокус Сайс, айс, айс, айс. Тут отхиливается своими бандами. Пытается уйти со Сушбаклов. Цепляет также еще и Юнга. Неужели его смогут здесь добить? Эмпи идет за своим дабл дэмэджем, с которым он не смог здесь хоть кого-то пробить, даже несмотря на Омни Слэш. И все-таки они не смогут остановить отступление Кингейминг, но хотя бы спасли Тавер. Там до спор Айгеша, по идее, да? Его так и не сбили. Поэтому не боялся идти вперед. Нажмите на тролли. У него же Айгес не упал еще. Нет. Тебе не нажмут. Не нажмут. Наслаждайся дальше своей жизнью. Комментатор. Таришка. Все фуловые идут обратно под флажечками. Выпивается ностроль. Все потрачено. Все потрачено. Умни Слэша нет. Ультимейт Винтерверный нет. Ультимейт Пангалера, соответственно, тоже нет. И все, заходим. Да, все легко должно здесь быть. На самом деле для Кингейминг МБИ крутится-вертится. Но с другой стороны тем временем Бороустрайк по Абиду. Очень много дамаги, но Курса спасает еще. Эмбрейс спасает. Курса ответная от Жабса прилетает. И здесь нужно максимально выдуможить сейчас КК, потому что тот просел достаточно серьезно. Его пока что не видит. Он в песках. Какой же хороший Бороустрайк по Айсайсу. В конце концов он выкупается. Это уже 4 байбэка от Фнатик. За последние 2 файта. Попытка хоть как-то замедлить, хоть как-то зацепить хоть кого-то здесь нужно забирать в этом отступлении. Но Кингейминг не сдаются. Пошел фрошилд. Отличный Бороустрайк Ответный прилетает сюда же под 100 На Абита от Disco Pony Очень много дамаги и это 2 кора Без байбеков о Fnatic и скорее всего Это уже игра и вылет Fnatic в топ 16 Очень, очень Жесткий результат на самом деле Две команды, которые у нас встречались в верхней сетке В полуфинале предыдущего Мейджора сейчас играют на выбывание В первом раунде Лозеров Это конечно очень удивительно, но Браво ребята из King Gaming Очень неплохо они отыграли Как раз таки эту Best of 1 серию А Fnatic им нужно собраться, нельзя быть такими нестабильными То ты играешь Просто по красоте какой-то, обыгрываешь Virtus.pro, не давая им шансов 2-0 То ты сливаешь весь турнир В принципе по одному сценарию Что у тебя очень нестабильная игра Я думаю на самом деле Что это отличный знак Того насколько высокий уровень сейчас У нас в доте С точки зрения компетити Потому что коллектив, который условно говоря Где-то не доиграл, его сразу же в панишменте Ты сразу же в топ-16 Хотя в предыдущий раз ты был в топ-3 То есть это, по-моему, показатель хороший Европа пока у нас доминирует В принципе по итогам плей-оффа По итогам верхней сетки Очень круто У нас закончился первый раунд Как раз таки всего И европейские команды Всех вынесли Все китайские коллективы Упали у нас лузера И будут там разыгрывать Правильно же? Вич, LGD и Да-да-да А наоборот все европейские Ну если взять еще и LGD Посчитать за западный Я бы сказал так За микс Копит ману Да Копит ману Да А мы отправляемся в аналитику, друзья Копит ману